Ребята, перед тем, как начнется каст, я хочу напомнить вам, что вы можете поддержать меня на бусти и получить за это клевые бонусы, вроде упоминания вашего никнейма в конце каждого ролика, выбор темы для следующего большого ролика, плюс еще вы эти ролики будете получать заранее, например, какие-то монтажные ролики с гайдами и так далее. Первые цели по количеству платных подписчиков мы уже достигли и я уже делаю каст по ФФА, то есть каждый сам за себя, а дальше гайд и расу для гайда выбирают именно платные подписчики. Ссылка в описании, спасибо за вашу поддержку. Тромка, друзья! Азиатские игроки очень радуют своей адаптативностью, то есть вместо того, чтобы пытаться надеяться на идеальное исполнение, они очень часто пытаются придумать какие-то нестандартные пути решения проблем. И это касается представителей чуть ли не всех рас и большинства игроков, особенно молодых, которые являются как бы представителями молодой гвардии. Среди таких, безусловно, является Чимико, он не играл в 3-й Warcraft в Золотую Эпоху 10 лет назад или даже там уже 12-13 лет назад, он именно представитель молодой школы. С другой стороны, Кауэрфу также не игравший во времена Золотой Эпохи, по крайней мере на профессиональном уровне. И вот прямо сейчас эти два игрока столкнулись в рамках DreamHack Summer 2020, к счастью, организаторы наконец-то поделились реплеями. И мы посмотрим, как игроки здесь будут пытаться как-то адаптироваться друг к другу. Кауэрфу вообще сильно отличается от всех подходом к стратегиям на определенных картах, потому что, например, он здесь на карте Concealed Hill берет Демон Хантера, что, поверьте мне, чрезвычайно необычно, потому что об этом героя пытаются не вспоминать игроки из эльфов, так как он считается слишком слабым против Альянса, так как его легко запушить, он очень поздно реализовывается, и поэтому его пытаются не брать. На карте Concealed Hill ты просто не сыграешь в Варден, а Хранитель Рощи, и просто Кауэрфу его не очень сильно любит, и пытается играть другими стратегиями. И вот так и оказывается, что последним героем, которого можно взять, остается Демон Хантер, и посмотрим, как он его реализует. В любом случае, он ставит уже второй колодец, то есть у него будет чуть больше юнитов перед тем, как он нажмет Тир-2, он не форсит технологии, что отличает его от общей массы игроков. Здесь же, с другой стороны, Горный Король, и это тоже необычно, потому что, вроде как, Чимика должен догадываться о том, что там, скорее всего, Охотник на Демонов, потому что это Кауэрфул, но Горный Король очень плохо реализовывается, по крайней мере, на долгой дистанции против Демон Хантера, потому что Горный Король очень сильно зависим от маны, и если у него не будет маны, он будет просто очень толстым, но прекрасным бородатым крипом. Но, как бы, посмотрим в любом случае, криппинг уже нестандартно начинается, потому что мы видим, что он решил покрипить с самого начала лабораторию, и заметил это, понятное дело, Кауэрфул, потому что рядом были Виспы. Он только сейчас заметил, что тут был Горный Король, и он изначально думал, что это Арахимак, поэтому подвел Виспов для того, чтобы рассеять элементалии и получить халявный опыт, но в итоге как-то не получилось. И теперь Демон Хантер боится стоять рядом со своим оппонентом, потому что он понимает, что он получит молот в лицо и будет окружен, поэтому он играет аккуратно. Большая банка неуязвимости выпадает Кауэрфул, здесь же Когти Атаки плюс 6, что тоже так-то дроп неплохой, понятное дело, но сейчас уже непонятно, что делать, так как полная свобода Чимика, боится окружения Кауэрфул, поэтому он даже и не подходит. Он играет максимально аккуратно и деликатно, для того, чтобы не разгневать своего оппонента, потому что молоток тема опасная, это я вам точно могу сказать. Горный Король специально встал внутрь, для того, чтобы было сложнее выжечь ему ману, мантию интеллекта забирает, теперь у него больше маны на молотки, и в итоге Кауэрфул, ничего не добившись, возвращается обратно. Нехватка информации и разведки, он слишком поздно узнал, что там Горный Король, и в итоге он просто так потерял время. И вот таким вот образом, как-то тут странная ситуация, да? Вроде как с одной стороны кажется, что Демон Хантер контрит Горного Короля, а с другой мы видим, что это вообще не так, по крайней мере, на раннем этапе, и прямо сейчас отправляется Чимико в Золотую Шахту крипить. Заметил это Кауэрфул с помощью Виспа, разведка все-таки у него неплохая, стоит это отметить. Но возможно он слишком поздно сейчас будет подходить, потому что ключевые крипы уже умерли. Третий уровень у Горного Короля, второй молоток, и возможно сейчас будет окружение. Ой-ой-ой, какая ошибка, какая ошибка! Чимико, он должен будет окружать вражеского героя. Ну да ладно, возможно, это не будет ничего означать. Если он сейчас еще раз закинет молоток, и сейчас будет окружение, такое ощущение, что не будет, да. Ну, плохой микроконтроль, откровенная Чимико в этой ситуации. Выпадает ему заслуженный хрустальный шар, который будет греть его душу в такой ситуации. Т2 в это время уже давным-давно нажал Кауэрфу, скоро будет она готова, и, соответственно, у него пойдут технологии, в частности, триады. И, возможно, он сразу же за форсией Т3 попытается выйти в Медведи. Такая вероятность тоже присутствует. Ну, в итоге, да, Чимико абсолютно спокойно ставит дополнительную базу, и будет здесь кое-как жить. Что-то еще можно сказать, действительно. Демонхантер второй, ему нужно где-то третий взять, со вторым выжиганием маны. Горный Король, по сути, сможет в бою кинуть максимум один молоток, при очень хороших обстоятельствах два, но точно не больше. И агрессивно прямо сейчас играет Чимико, потому что он пытается прийти на половину карты противника, для того, чтобы его база точно начала работать, и при этом, чтобы там не нужно было ставить кучу башенок. Слушай, а здесь может быть окружение кучи пехотинцев. Снизу проход же ж будет, нет? Да, нет, нет, все, да, действительно, оно просветает. А, хрустальный шар душу греет, да! Палит с лаборатории. Палит с лаборатории, потому что там ферма стоит, и в итоге использовал светок телепорта. Но только что виспы сожгли ману, и из-за этого не было маны на молоток, но тут не нужны молотки. Настоящие мужчины сражаются и без него, опять используют просвет, пытаются убить охотника на демонов, но он вроде как под колодцами сражается, или не достает. Слушай, а здесь реально можно убить вражеского героя, да будет так красиво! Стаффа-то никакого нет! Боже, что творит у Чимика? Как же агрессивно он играет! Как же красиво он окружает! Это работает, что самое главное. Ну, больше он тут ничего не должен забирать, разве что если повезет на какой-то баш. Наоборот, он теряет пехотинца, но в любом случае, опять же, вся эта ситуация выгодна для Чимика, потому что он реализовывает пехотинцев. Они очень быстро потеряют свою актуальность, забрал он хотя бы одну учницу уже, и в итоге тут сейчас будет оставаться и забирать 2 Древа Мудрости. Горному Королю пора уже телепортироваться, пожалуй, или надеяться на баш. Баш? Невоязвимость? Ну, не знаю, насколько выгодна эта невоязвимость, но с другой стороны, зато теперь ему не нужно прожимать телепорт, он может просто на ноге уйти домой. Но таким образом он оставит своих парней-пехотинцев. Одно Древа Мудрости было отменено, скоро, напомню, герой уже вернулся. Вестник Ярости. Наверное, так его имя переводится. Слушай, опять молоток. Не, ну Горному Королю пора уже телепортироваться, значит он погибнет. Да, прожимает телепорт. Успеет любить Нагу? Успеет любить Нагу? Да ладно! Не, не успеет. Ну, да. Вот такой вот агрессивный фойстайл Чимика. Вот такие вот новые стратегии. За Альянс. В это время уже нажал Т2, ставит лесопилку для ускорения дерева добычи. Нанял Крошера. Поздно ставит магазин, повербьюдит, из этого теряет ресурсы. Ну да ладно. Светы регенерации. Демонхантер только сейчас вернулся. Просто, знаете, когда ты играешь что-то необычное, сила этой стратегии не только в том, что, как бы, это какая-то просто сильная стратегия сама по себе, а в том, что противник не знает, что происходит с высокой долей вероятности. А если он не знает, что происходит, он начинает хуже играть. В этом суть нестандарта. Особенно, когда нестандарт имеет сильный фундамент под собой. Горный Король на Консилд Хилл. Это, мягко говоря, необычная стратегия. И при этом, знаете что, меня удивляет отсутствие кузницы у Альянса. Он не ставит кузницу. Это значит, что он не будет делать стрелков. Неужели он планирует играть Маскастеров? Или, может быть, он сразу же будет форсировать Т3 ради каких-то рыцарей? И кузницу просто позже поставит. И Чимика приходит вниз для того, чтобы уничтожить древо жизни. Потому что он понимает, если Кауэрфул не играет агрессивно, это значит, что где-то ставится дополнительная база. Это очевидно. Но, с другой стороны, все равно, поощрять этот красивый момент, тогда, когда именно нужно атаковать, когда строится база, это все равно, как бы, очень хорошо. Это очень сильно повлияет на матч. Потому что база Кауэрфуа здесь будет просто уничтожена. Или нет? Дирижабль прилетел. Древо жизни, да, уничтожено. Виск хотя бы не был потерян. Это хоть что-то. Пытается разобраться с демонхантерами, зелелечения, если что, есть, как и став. Поэтому герой не должен умирать. Потихоньку забирает одного юнита за другие. Но там, в основном, просто отряды и учницы. И поэтому долго живут очень пехотинцы. Так как у них есть щиты, а под щитами жить можно долго. И в итоге пора уже отсюда, пожалуй, уходить. Если заберет хотя бы одного юнита, будет хорошо. Но в любом случае, самое главное, что он забрал древо жизни. Поэтому никакого экономического преимущества у эльфа, даже не то, что преимущества, а просто какого-то дополнительной экономики у эльфа не будет. Поэтому он будет отставать по всем фронтам. Он не смог запушить, он не смог поставить дополнительную базу. Мягко говоря, ситуация катастрофическая. Он пытается играть в технологии, но из-за того, что он поставил рано второй колодец, у него будет позже технологии. То есть у него уже должен быть этот Т3 здесь, например. И медведи должны были уже производиться. Но посмотрим, может он с медведями сможет запушить. И тут Т3 сразу же делается и ставится. Два авиария. Да, мои господа, это масса воздуха против ночного эльфа за альянс на карте Консилд Хилл. Кузницу в итоге все-таки поставил и делает грейды для дракондоров и грифонов. И куча башенок дополнительных у него есть везде. Ух! Вообще масса воздуха, понятное дело, на этой карте очень хорошая, из-за наличия фонтанов. Легко очень отступить туда и восстановить здоровье. Плюс еще много леса, много воды, где можно вот так вот летать, спасать юнитов. Тем более, что у эльфов контроль только в виде дрядки есть там условно. Но как таковых сеток нет, поэтому можно таким образом хорошенько спасать юнитов за альянс. Но основная проблема в том, что Кауэрфул просто не понимает, что происходит. Он просто не осознает, что происходит. Тот паладин вторым героем вышел. Это для того, чтобы было лечение. Но самое главное, аура. Для того, чтобы юниты воздушные жили. Вообще, надо будет даже сейчас уже без Т3 добавлять пару дракондоров. Даже, возможно, там 3-4. Для того, чтобы была стрелковая атака против дряд. В это время эльф пытается покрепить... Прогнал виспа. Эльф пытается покрепить центр. Для того, чтобы с агроорда взять какой-то крутой артефакт. У него Демон Хантер уже третий. Нагу хочется до третьего прокачать. И он это сделает. Вот тут выпадает... Плюс 4 ловкости, плюс 4 интеллекта. Ну, для Наги дроп неплохой, понятное дело. Чуть выше скорость атаки. Чуть больше урона, чуть больше маны. Но, понятное дело, хочется какую-то ауру. Любую ауру. Если быть точнее. За ночных эльфов любая аура хороша. Абсолютно. Разведка бесконечная от альянса. Сфера яда. Поэтому теперь Демон Хантер наносит колоссальное количество урона. Пытается прокачать Горного Короля. Тут уже четвертого уровня. Паладина хотя бы до третьего прокачает. Три Авиария, кстати, суммарно. Пока что юнитов не заказывается. Наконец-то заказал. И сразу Грифонов без Дракондоров. Что удивительно. То есть он совершенно не опасается Дриад. Но, видимо, он считает, что его наземной армии более чем достаточно в такой ситуации. Делает второй Грейд на атаку. Грифоны очень хороши против Медведей. Они буквально разваливают за секунды их. И в центре пытаются поставить Древо Жизни. Здесь Кауэрфул. Чимика пытается этому помешать. И, скорее всего, Чимика будет в этом плане здесь успешен. Потому что... Блин, у него нет телепорта, кстати. Ему придется невыязвимость нажимать с ушей. Не, ну он нажмет невыязвимость. Странно, что не нажимает. Светок Исцеления прожал только что. Отменяет все-таки в итоге. И улетает на Дирижабли. И Дирижабли ставнут с помощью своего посоха спасения. Грифоны. Первые уже готовы. Ставят кучу дополнительных ферм. Грейд для Грифонов. И на их молоток, чтобы он сплэшовал. То есть бил по площади. И 2-2 Грейды скоро будут. И опять ставят Древо Жизни. Как же жестко Чимика контролирует своего оппонента. Прям Чимика контролер. Куча башенок. Поэтому просто так сюда не зайти. На халяву отдал Триаду. Очень плотная застройка. Поэтому к рабочим не зайти внутрь. И не поатаковать. Кауэрфул просто сыпется. Посмотрите на это. Кауэрфул просто сыпется. В этом сила таких стратегий. Наши воины вступили в бой. И самое главное. Не стандарты подобные работают даже против игроков высокого уровня. Просто игроки высокого уровня. Высощайшего имеется в виду. Прям максимально высокого. Вроде там инфи нынешнего чемпиона мира. Лина. Муна. Просто они быстрее найдут ответку. И меньше будут паниковать. Но все равно будут. Потому что если ты не знаешь что происходит. Ты не можешь грамотно реагировать на действия оппонента. Ну Кауэрфул сейчас нужно навязывать бой. Для того чтобы у Древа Жизни в центре как-то поставилось. У него очень мало медведей. В любом случае прямо сейчас у него хороший тайминг для атаки. Потому что грифонов пока не очень много. Нет дракондоров. А он их заказывает прямо сейчас для того чтобы воевать с дриадами. Но дриад понятное дело так отдавать нельзя. Он уже две дриады отдал на башню. Почти мертвый горный король. Он прожимает неуязвимость. Супер мало хп у Демон Хантера. Но его только что став на Ланага. Дракондоры вылетели. У них 2-1 улучшение. Она после их телепортации возвращается. Став ну. Должен был ставать. Медведя по факту. Но не смог. Два става я так понимаю у Альянса. Да. Нет всего лишь один. Просто тот кодешнулся. Вышли опаученцы. Пытаются дать бой. Пытаются добить дракондора. Но не получается. И в итоге эльф вынужден отступать. Но самое главное что он Древо Жизни в центре поставил. Уже. То есть она уже готова. И уже оплетается рудник. То есть худшее позади. Хотя конечно хотелось поставить эту базу значительно раньше. Если снизу справа. Но как-то не получается. Постоянно отводит дриад на фонтаны. Это понятно дело выгодно. Потому что дриады мобильные. Быстрые. Но тут уже хочется Древо Ветров поставить. И все-таки сделать. Гиппогрифов. Потому что без них будет тяжко воевать с масс-воздухом. Только дриады. Но он пока что этого не делает. Он просто заказывает дриад. Ну в целом на этой карте дриады конечно хороши. Опять же из-за фонтана. Не было бы фонтана. Дриады были бы слабыми. Потому что негде было их лечить. Ты фонтанами не напасешься в такой ситуации. Так как у них еще и мана есть. И надо ее бесконечно так же восстанавливать. А это дорого. Скажем так. 2-2 улучшения. Третья пока что не заказывает. Гигантская толпа юнитов. Пытается отменить оплетение рудника. И это получится. Поэтому золото будет добываться позже. Но за это он расплатился дракондором. И дал четвертый уровень. Демон хантуру. Паладин тем временем купил святок исцеления. Как и горный король. Есть аура. Поэтому по большей части здесь 2-3 улучшения. Дриады прокачали первый грейд на защиту. Для того чтобы они как-то получше принимали фокус урон. Все таки когда у тебя блокируется 11% урона. Это гораздо круче чем блокирование 0% урона. Понятное дело. Тут желательно уже третий грейд на атаку сделать альянсу. Десятый день лимит у Чимика. У Клауров его 44. По большей части реально Чимика может атаковать и не бояться. Но он видимо ждет дополнительных дракондоров для того чтобы с их помощью как-то дать бой. Потому что там очень много дряд. Но по большей части просто против дракондоров ничего нет. Нет панды. Нет там варден. Нет ничего абсолютно. Там атаки по площади. Только есть став у эльфов для того чтобы спасать своих юнитов. И молния у наги для того чтобы опять же цеплять трех юнитов. Но смотрите что происходит с нагой. Неуязвимость есть. Успеет ли прожать. Успевает прожать. Пытается уйти. Выжигает астаток маны у Маутен Кинга. Но тут уже просто триады сыпятся. Одна за другой. Не успевает убивать дракондоров. Тем более что став у юнитов здесь еще Чимика. Какое же безумие на самом деле если задуматься. Какая же жесть. Все таки как много пытаются придумать азиатские игроки. Для того чтобы как-то удивлять своих оппонентов. Как же они пытаются не стоять на месте. Это меня удивляет в азиатской сцене конечно же и привлекает. Но здесь уже большие проблемы у Кауэрфуа. У него толком нет армии. У него не то чтобы прям сильные герои. Возможно сферу яда. Был бы смысл купить за нагу. Но золота нет. Ставить надо демон хантер. Иначе он умрет. Слишком мало триад. Вроде как у Кауэрфуа хорошая разведка. Но не заметил он что там массовоздух. Не смог адаптироваться к этому. Шикарная адаптация от Чимика. То есть как раз по демон хантера нагу эта армия прям очень сильна. Если там был бы демон хантер панда например. То такой халявы не получилось бы. Сколько золота осталось на мейне. Ну перекапываться не скоро надо будет. И в центре собирается Чимика ставить базу. Просто сейчас ставит башенки. Чисто для того чтобы укрепиться на этой позиции. Игручные башенки тоже поставил. У Чимика много дерева. Поэтому он взял с собой крошера. Можно попробовать забрать фонтан. И прокачать здесь паладина до третьего. Ну и забрать артефакт. Может там флейта меткости какая-то выпадет. Что для его армии будет топ. Или он просто пойдет в атаку. Что тоже в принципе рабочая ситуация. Все медведи рассыпались. Дриады не успевает наносить достаточно много урона. Молоток есть что у горного короля из-за банки маны. Иллюзии вызвал только что Демонхантера в одиночку. Он не успевает наносить достаточно много урона. Дракондоры просто разваливают Дриад постепенно. Несмотря на наличие второго грейда на защиту. Демонхантер умер. Потому что нага была слишком далеко. И не смогла ставнуть. И в итоге кауэрфу пишет ГГ. Браво Чимика. Аплодисменты стоя. Это турнирный матч ребята. Это не какая-то рафляная каточка в ладере. Это серьезный матч. Где игроки показывают предел своих возможностей. Круто. Надеюсь увидеть эту стратегию еще раз когда-то в будущем. Спасибо большое что были со мной дамы и господа. До встречи и удачи.